ну что наступает момент истины тут вроде остыла но она горячая уже не красная во всяком случае все понес понес в воду всем привет но сегодня у меня очередной день литейщика продолжаю подгонять филамент который можно будет выжигать из форма массы ну и плавить бронзу по выплавляемым моделям принципе я предыдущие два видео показал там я пробовал воском печатать это wax 3d и пла пластик rapid пла плюс вот такой вот пластик в прошлом видео я показывал можете зайти ко мне на канал там посмотреть там все у меня есть вот недавно выходили эти ролики сегодня я буду пла пластик тоже пробовать сейчас пойдут заливать опоку и буду отливать и выжигать пластик другой фирмы ну и походу что-то расскажу покажу посмотрим что получится в этот раз просто вот воск я попробовал когда ну он посложнее печатается но выплавляется он хорошо и без запаха фактически ну можно сказать совсем пола пластик чуть-чуть пахнет но тоже выплавляется хорошо я вот здесь вот но я уже показывал эти модельки вот это вот воском отлита вот это пола пластик вот выплавлены тоже отлит но они вот идентично все вот отлились как бы нормально это не отработать не обработанные просто вот они еще в гипсе ну вынутые из формы и все поэтому я сегодня буду подгонять еще один и будет еще одно видео потом следующий раз еще один у меня пластик есть которым я напечатал и тоже буду пробовать и сравнивать чтобы ну подобрать наконец себе пластик и чем можно будет нормально все это дело вот работать с этим чтобы плить бронзу по управляемым моделям но так что вот такие у меня планы а потом ну свои соображения я может быть сделаю видео по поводу ну что лучше ну чисто свое отношение к этому чем печатать чем чем отливать как я все это дело делаю но на своей литеечке которую я тут стоил строил и наконец под построил вот ну а принтер вот этот 3d принтер fdm печати вот я на нем печатаю пробовал на фото полимерники есть у меня фото полимерник там конечно печать получше качество получше но там есть свои нюансы он больше подходит для где нужна такая вот очень мелкая деталировка и но больше под ювелирку вот я ювелиркой не занимаюсь я такие мелкие художественные формы отливаю поэтому решил попробовать fdm принтер и вроде как получается мне понравилось с ним работать не пахнет и довольно быстро все печатает и качество довольно неплохое но я показывал я там долго бился его настраивал в конце концов тоже нас настроил так что вот этим я сейчас и занимаюсь но ну ладно все пошли пошли работать потому что сейчас я буду все это дело делать снимать и вечерком покажу что получилось у меня и видео как раз смонтирую покажу там получится не получится я не знаю потому что я специально не ставлю а вот работу и между делом снимаю ну как обычно кто на мой канал подписан те подачу моего материала знаю мне в комментарии там пишут зачем так усложняет можно через силиконовую ну напечатать через силиконовую форму и потом воск лить но я я просто с этого начинал и и хочу от этого отойти я да я по такому типу вот целил вот смотри раньше я до снимал форму вот силиконовые формы делал вот такая такая вот эти вот это вот восковки я в них отливал воск тоже ну самодельный воск до мешал и потом вот ли вот это медью отлитая на вот это алюминием отлитая ну в принципе можно и так но при такой манипуляции во первых это все процесс удлиняется сильно но это это если тиражирование какое-то надо делать а я в общем то особо тиражом не занимаюсь вот поэтому через силиконовую форму и немного все-таки там ну какая-то деталировка портится но уже когда манипуляции такие совершаешь воск не воск но отвели как а вот форма довольно сложно это вот это а это вот этот тоже так вот разрезал вот и вынимал принципе лить можно просто когда начал литьем заниматься начал так но тоже вот проверял разные вот этот помягче силикона он легче снимается но он вот такой вот мягкий не очень удобно потверже силикон похуже снимается но зато так форму лучше держит но можно и так и так но чем больше вариантов я считаю тех тем лучше сейчас решил просто напрямую печатать и сразу отжигать и отливать просто так проще у меня тут просили и там я делал просто присылали если стрелку но файл 3d я сразу печатал и попробовал отливать и вроде как все получается поэтому сейчас просто подбираю наиболее подходящий материал чтобы сразу печатать и выжигать ну как то так ну вот эти пластики я попробовал в прошлый раз вот в одном видео показывал вот вакс 3d я пробовал напечатать вот такие же фигурки и отлить вот результат то что с него получилось вот этот из вакс это бронзу же отлит от просто вынута из из форма все никак не обработано вот так вот вакс я просто для себя подбираю какой филамент лучше подойдет для этого а а вот эту я отливал выжигал вот этот пола пластик вот такой вот тоже он нормально печатается и в принципе выжигся полностью нормально и все ведь и нормально отлилось осталось мне проверить вот этот пластик тоже пла вот с него напечатана такая же фигурка вот и вот такой вот такую фигурку вот этим пластиком было это той же фирмы тоже фирмы нет пластик было только серый цвет вот сегодня вот я буду выплавлять вот эту модельку серую вот так что вот такие пластики пока а потом уже для себя определюсь что лучше подходит и по стоимости там дешевле что удобнее печатать выжигать какой пластик по запаху там что сильнее пахнет что не очень пахнет подбирать именно тот материал которым я в дальнейшем буду вот лить бронзу по выплавляемым моделям соответственно печатать вот на этом принтере ну вот как 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 то так пока такие результаты так что она продолжая но придется чуть-чуть вот эту доработать мне начал выжигать пластики и вот филамент который вой воск он чуть-чуть по-другому себя ведет у него температура плавления это выше просто когда я обычный воск выжигал я под колпа капок уставила у меня вместе с паром и выходил воск вот сюда там через 15 минут я вот это убирал а там у меня дырочка и остатки вытекали вот в этот лоточек который тут снизу стоял что касаемо с обычным воском но все собирать буду также как и в прошлый раз что были они идентичные по политью чтобы было понятно что проливается вот как и вот эти две предыдущие я отливал сегодня вот этот пластик буду выжигать литнички тоже делаю из этого же пластика ну и соответственно вот эту вот этой ручкой я пользуюсь вот 3d такая самая дешевенькая но в прошлом видео я про нее так более подробно рассказал так что кому интересно вот сверху ссылочка можете глянуть здесь не буду останавливаться принципе мне показалось что но удобно и это все спаивать как-то она работает единственное что у нее не регулируется температура она все время 220 градусов поэтому тут только скоростью можно но с точки зрения ну мне показалось что удобнее чем паяльником я паяльной станции раньше все это спаивал все вещи вот приобрел такую сейчас я это соберу вот ну и соответственно как и в прошлых видео в этой опыте буду отжигать в своей самодельной вот этой литеечки и тоже быстренько процесс покажу единственное что хотел я сегодня еще показать чуть-чуть доработал вот этот свой колпак но вот что у меня теперь получилось теперь будет наверно получше продолбил я вот здесь такое отверстие и как раз туда задвигается этот лоточек соответственно когда сапоги будет выплавляться все этот лоточек и не надо будет его не поднимать и все отсюда только вынул вытряхнул и все и вставил его обратно наверно так удобнее никакой фольги ничего не надо просто и воск будет нормально суда и пластик нормально будет вытапливаться так что думаю по объему как раз хватит вот запаял вот так вот все литнички подпаял ну как бы уже к этой ручке привык в общем-то удобно вот так такая же будет в принципе я эти модельки никак не обрабатывал их просто напечатал не шкурил ничего просто мне важно посмотреть что лучше выплавляется какой пластик а потом уже конкретно ну печать видите сейчас фокусируется печать хорошая довольно деталировка хорошая в принципе это печаталась 8 сотых слой вот ну как бы вот такой результат в общем то одинаковая сейчас я опоку буду готовить как и в прошлый раз все залью ее ну и будем выплавлять опоку я малярным скотчем бумажным оклеиваю ему очень удобно снимается легко потом не оставляет этот клей не остается и потом не пахнет просто обычным скотчем вот этот клей может остаться на опойке когда снимаешь и потом он выжигается и запах а здесь в качестве прокладочки я вот пластилином прокладываю чуть-чуть ну и в принципе вот так вот это будет у меня выглядеть все подготовил опоку сейчас буду форма массу готовить буду то и и вот здесь я показывал в других видео как я все это дело делаю здесь я не буду останавливаться тоже это самодельная штуковина тоже я ее показывал вот у меня для вакуумирования поэтому сейчас я буду с форма массой возиться форма массу я использую gold star у меня давно мешок куплен уже больше года вот я пока с ним вожусь обычная вот эта форма масса вот развожу ее одну как в инструкции написано в тех пропорциях таких и развожу но и вот здесь вот я это дело делаю но сейчас это тут просто грязь будет и я особо тут камеру включать не буду так все опоку залил все 450 грамм здесь у меня форма масса не развожу сейчас постоит у меня два часа и я ее на отжиг ну и продолжу снимать просто я одну снимаю по ходу работы поэтому я не знаю что получится у меня тут в этот раз но смотрим что-нибудь должно получится во всяком случае первые две вроде как получились ну вот а пока высохла два часа прошло но она подсохла такая вот я обычно и воск так после двух часов сразу на отжиг ставил но воск температура плавления поменьше он быстрее выплавляется в пластик конечно посложней но я чуть-чуть подрезал горловину чтобы это лучше и сейчас будем туда ставить и запускаться ну вот моя мастерская небольшая всего 8 галоратных метров тут я и паяю небольшой бардачок это моя литеечка вся я показывал на вот эти две печечки которые сегодня опять я буду вот эту тестировать у которой мощность регулируется непосредственно шириной импульса скважностью вот 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 эта печка которую я то постоянно работал моя такая я показывал как я ее сделал чего там на сайте можете найти посмотреть вот здесь я мощность регулирует частотой подходя к резонансу уводят резонанс а здесь все время стоит на резонансе и мощность регулируется только скважностью шириной импульса соответственно чем меньше ширина импульса тем меньше мощность ну как как то так ну и вот этот мой вакуумный стакан я тоже подробно про него рассказывал видео на канале есть заходите на канал там все вот я показывал подробно как она у меня вся работает но все сейчас я а пока ставлю вот сюда и включаюсь ну вот все два часа прошло все сняла такая подсохшая все нормально сейчас я сюда вот ставлю так чтобы она туда это попала вытекала поддончик вот этот в новое то что я здесь сейчас сделал по-другому чуть-чуть подложил сюда фольгу нужно чтоб не прилип пластик самому поддончику чтобы потом снять было просто сегодня первый раз я вот такую конструкцию буду заодно тестировать ну и вот свой этот колпачок ставлю но в прошлый раз я пластик выжигал когда была на другой фирмы полтора часа у меня где-то сегодня тоже вот на полтора часа поставлю на отжиг воск за час отжигается и нормально здесь пришлось подольше подержать но посмотрим как в этот раз пластик другой фирмы поэтому не знаю как он там все будет видно потому как вот сюда он вытечет если он быстро вытечет значит можно поменьше отжигать если он будет долго сюда вытекать то значит надо подольше ну как-то так посмотрим что в итоге у меня тут получится все сейчас я включаю вентиляцию вот зашумела чуть-чуть и включаю свой вот этот колпак про него я тоже показывал и про генератор которые на него работает тоже на канале там все можете найти не буду больше на этом останавливаться в каждом видео я показываю чуть-чуть рассказываю здесь сегодня хочу покороче просто сделать ну чтоб не затягивать ну что одну принципе то же самое что и предыдущие я делал вот вот на отжиге я сегодня подольше остановлюсь ну покажу как чего дымит не дымит как это вот выжигается данный пластик ну и все сейчас вот я таймер себе поставлю на 15 минут через 15 но обычно воск у меня через 15 минут воск вытекает полностью здесь не воск пластик я просто через 15 минут на пять минут паузу сделаю ну чтоб опока у меня чуть-чуть это просохла иначе то там пару деваться будет особо некуда вот и потом уже поставлю и выключать больше не буду до самого конца до самой отливки ну такой вот процесс я для себя вроде как продумал в этот раз вот буду так такой процесс отрабатывать ну вот так немного парит не знаю видно не видно пар чуть-чуть идет это вот 15 минут сейчас пройдет я выключу на 55 минут постоит шапопок и так равномерно вся подсохла и дальше я уже запускаю сейчас вот уже тут осталось у меня 30 секунд запускаюсь и выключаю там вот так особо не знаю вот не видно да но это пар пар идет оттуда вот отсюда идет пар опока подсыхает первые 15 минут я там выключаю сейчас она 5 минут у меня постоит и я запущу еще разик но для тех кто первый рассмотрит скажу что это индукционный тоже колпак у меня там металлическая такая толстостенная балланка и это индуктор намотан также он резонансный вот так умер вся моя литейка индукционная поэтому это вот у меня заменитель муфеля такой 5 минут она постояла еще минутку и запускаю опять ну вот запускаю на час еще а там уже буду смотреть как как вытекает может подольше подержу но через час уже скорее всего буду отливать все включил ну пока ничем не пахнет потому что только пар испаряется поэтому этот я вам не могу сказать отличается запах вот этого пластика этой фирмы от пластика было другой фирмы не могу сказать вот просто немножко пах на пластиком он как бы пар thi вот пластиком этот пока никак не пахнет не знаю сейчас вот он начнёт выжигаться и выплавляться начнет чуть-чуть пахнуть и тогда я вам точно скажу чем пахнет ну что сейчас посмотрим что вытекло там у меня в поддончик поддончик потому что дымит сейчас из поддончика уже поэтому а ну вот он весь и вытек фактически как я его отсюда с этой фольгой уберу вот а это туда обратно встал чтобы лишнего запаха не было сейчас я покажу ну фактически он весь вытек видите но вот когда вытек до запах появился вот появился запах ну такой какой-то кисловатый ну больше что-то подгорелая такой не пластик во всяком случае запах не пластика но видите тоже тоже дымит вот сейчас вероятностью что дым это идет вот уже выгорает то что внутри остался он он там сгорает и выгорает ну ну вытек почти весь это получается грубо через 50 минут после ну вот вообще в общей сложности через 50 минут получается он вытекает соответственно чтобы он дожегся нужно еще полчаса как минимум чтобы он там дожегся обычно повозку я ну смотрю как дым перестает идти вот когда восковки обычно отжигаю то значит уже все а пока дымок небольшой идет значит там еще что-то выгорает ну как то так принципе сейчас еще еще минут 15 и включу уже печку металл подготовлю как раз это все должно подойти ну что дымить перестала все вот стоит уже сейчас запускаю ну да это вот час двадцать прошло сейчас запускаю свою эту печку а вот ту вот ну и буду отливать так что как камеру включил и покажу как все это дело происходит сейчас вот я печечку запускаю из металла из металла я металл тот же вот это сплав в меди с алюминием но бронза алюминиевая туда загружаю всего и запускаю включаюсь проверяю вот эту печку буду ее гонять просто интересно она сгорит ли сгорит вот при регулировке сейчас вот выставляю сначала на 6 ампер где тут ну чтоб тебе легче чуть-чуть прогрелся вот так вот это где-то середина по скважности это вот ширина импульса где-то середина получается принципе воздух оттуда холодно идет поэтому думаю что все все нормально там видно да не знаю всем ампер короче 218 вольт и 7 ампер сейчас по потреблению это все загрузил там дожигается сейчас металл подготовиться и я это все дело и вылью сейчас все шумит и сварочник шумит и вытяжка шумит но удобно получилось с этим лоточком вынул не надо тут манипуляции никакие делать вот она стоит уже уже ничем не пахнет не дымит все там вот она дожигается вот соответственно здесь у меня вот всем ампер напряжение ну и стоит на резонансе и вот примерно на среднем положении скважность у меня посмотрим что там у меня а ну он уже красненько этот кусок то что я загрузил видите но у меня же в керамике я плавлю у меня греется непосредственно цветной металл видите тигель холодные но он еще как как бы темная металл уже вот прогревается видите в таком вот ну просто мне так с точки зрения экономики получше потому что на дольше хватает тигели они фактически не расходуются а графитовый бы выгорел быстро ну вот как то так вот продолжаю все это дело делать вот так что пока пока вот как ни странно вот регулировка скважностью нормально работает ничего не перегревается так что ну да все воздух вообще холодный откуда идет но погоняю посмотрю я про эту печку тоже рассказывал и показывал так что на канале можете найти вот а вот это как бы моя основная на которой я тоже показывал ее и рассказывал так глянем сейчас тут ну там уже же вот вот сейчас потечет нормально ну как я говорил где-то в районе 15 минут 300 грамм бронзы на 7 амперах плавится если побольше сделать то но у меня сейчас пол на улице у меня отопление на электричеством поэтому включено еще там конвертер включенный поэтому я больше не могу дать меня получается что вот этот мой колпак на отжиг и вот вместе с этим это но максимум 2 киловатта когда вот а так где-то в районе полутора ну принципе это нормально на нет особой нагрузки на электросеть у меня вот смотрите сейчас покажу ну вот видите там этот кусок он уже вот начинает подплавляться снизу а тигель еще видите еле-еле вот нагрелся но это он от него нагревается от металла больше чем от получается греется непосредственно цветной металл почему-то я так решил для себя что так лучше я не знаю поэтому и стараюсь вот здесь принципе тут даже если на 6 амперах она расплавится но подольше чуть-чуть фактически потребляет немного работает более-менее нормально ну все там расплавилась сейчас я тут немножко помешаю шлак уберу хотя индукционными токами и так нормально размешивается металл просто я обратил внимание что если угольным вот этим мешает что он вероятно сгорая выделяет там углекислый газ и почему-то металл вычищается лучше но это чисто мои наблюдения я не знаю когда я мешал просто там это металлической палочкой такой вот металл хуже я титановый пробовал мешать плохо получалось а вот угольными вот этими очень здорово как-то она там раскисляет ее и нормально все выходит все уже горячо держать на перчатке делать ну и все металл готов тут все готово сейчас буду потихонечку все это дело выливать поставлю опуху ну да даже можно поменьше пока будут возиться так это взял это взял перчатки надел ну что выключаю все там я выключил ну а пока видите чистенькая там вся вон надеется что выжглась вон надеется что выжглась чуть-чуть она просто чтобы вверх прогрелся потому что нижняя часть она же стоит вверх ногами под колпаком она прогревается сильнее поэтому чуть-чуть ну и металл как раз подошел ну да все сейчас еще разик я его почищу ну и все сейчас будем выливать так этот пылесос у меня включен ну что ну давайте стереть тут выключаю открываю пылесос 4 3 4 3 1 4 5 4 5 3 И ставлю ее остывать. Ну вот, как-то так. Вон она, горячая еще. Пусть схватывается. Ну а потом в воду размочу, покажу, что получилось. Надеюсь, что что-то получилось. Ну что, наступает момент истины. Тут вроде остыло, но она горячая, уже не красная, во всяком случае. Все, понес, понес его в воду. Ну что, друзья, вот достал. Ну все пролилось, как и в прошлый раз. Видите, все литнички. В принципе, все детали, все нормально получилось. Точно так же, как вот эти предыдущие. Вот это, значит, это воск был, вот это PLA Rapid Plus фирмы LEGO, а это серый PLA фирмы NIT. В принципе, все вытекло. Просто вот этот я печатал вообще пустотелый. Он побыстрее выплавился. А этот с 15% заполнением внутри печатался. Поэтому он подольше выплавлялся. Ну и, как я уже сказал, когда потек, он как бы посильнее начал пахнуть. Но пах так, непонятно чем. В принципе, все терпимо. Я бы не сказал, что все это очень сильно пахнет. Теперь сейчас я такое маленькое резюме скажу вот по этим трем. У меня еще осталась одна напечатанная. В следующий раз я покажу. Тоже буду отливать, смотреть, как другой пластик будет. Ну, смотрите, это Vax 3D, это воском я печатал. Тут я уже в прошлых видео говорил, что им посложнее печатать, но выплавляется он побыстрее и попроще. Вот, ну, поскольку он под это дело и приспособлен. Вот, он пахнет, но не сильно. Вот. Пластики PLA дымят чуть-чуть посильнее, так и посильнее чуть-чуть пахнут. Но если вытяжка есть, то абсолютно нормально. Значит, этот выжигался в течение, там, час-пятнадцать, наверное, вот так. Вот эти выжигались, ну, час-сорок примерно. Вот. Пластики PLA подольше выжигаются. Ну, видели, я показывал, да, они выплавляются. Что касаемо вот этих двух пластиков, вот если так выбирать, вот этот печатается лучше. Им можно напечатать, это который, элега, рапид плюс PLA. Вот. Им можно напечатать пустотелый, нормально всё вот печатается, совсем пустотелый. Вот. Вот этот чуть похуже печатается, но с другой стороны этот прилично дешевле этого. Вот. Тут тоже такое дело. Ну, вот. Ну, пока так, видите, получается, что вот в этой штуковине вполне реально всё это выжигать. Выжигалось, ну, будем считать так, что грубо два часа выжигалось. Ну, потому что там полтора часа или час сорок оно выжигалось, пока я тут 15 минут готовил металл. Ну, вот, грубо два часа получалось, оно стояло под колпаком. Вот. Ну, то, что проливается и то, что выливается, всё нормально. Я вот думал, вот пластик будет из этих летников плохо вытекать, а он нормально вытекает. Ну, вот, как-то так. Вот три филамента уже протестировал. Ну, что, друзья, день литейчика закончился. Сейчас всё, что здесь вот наснимал, я сейчас сложу в видео и выложу на ютубе. Но, в принципе, всё нормально проливается, этот пластик тоже, как и те предыдущие. Осталось мне вот этот вот чёрный проверить. Это вот этой же фирмы, фирмы НИТ пластик, только чёрного цвета. Вот, не знаю. Просто, может быть, запах как-то зависит от того, вот, от красителя может зависеть тоже. Ну, не знаю. Вот. Пока что, пока что меня всё устраивает. В принципе, если надо дёшево как-то это напечатать и пролить, то можно взять ПЛА пластик. Вот. Ну, да, чуть-чуть он пахнет, но не так критично. А если средства какие-то есть, то можно филаментом, воском вот печатать. Он пахнет поменьше, выжигается побыстрее. Но стоит, ну, если так прикинуть, в два... Ну, наверное, там в два с половиной раза дороже этого пластика ПЛА. Ну, вот, как-то так. Тут уж приходится выбирать. Либо... Вот. Ну, и с другой стороны, воск печатается посложнее. А эти все, в принципе, печатаются очень даже прилично ПЛА. Довольно быстро. Ну, вот такая фигурка полтора часа печатается, вот, при нормальном качестве. И, в принципе, за день можно вот напечатать, залить опоку и отлить. Вот что-то вот такое. В принципе, меня это устраивает. Так что, вот, это я считаю, что совершенно недолго и нормально. Просто эти я наскорую руку, всё, и металл ещё так не особо подготавливал. Мне важно было понять, как он выжигается и выливает. Просто я... А если нормально подготовить металл или вообще качественным металлом лить, таким хорошим, то будет вообще, можно сказать, идеально. Ну, вот, пока всё. Ребят, сейчас я это всё выложу. И в следующем видео ещё одно... Ну, там уже совсем кратенько, потому что это одно и то же показывать смысл никакого не имеет. Просто так, буквально, там, в двух словах. Может, что-то ещё покажу, расскажу. Если нужна какая-то помощь, там, по печкам, какой-то совет мой, то подписывайтесь, либо в Телеграм-канал с платной подпиской, если есть возможность такая как-то поддержать. Ну, там совсем минимальная, как бы, подписка. Ну, чисто, потому что меньше-меньшего нельзя там. Вот я поставил, какая, возможно, минимальная такую вот поставил. Вот. Либо в чат, тоже там снизу в описании есть ссылочка. И там бесплатно, вот, и там можно пообщаться. Ну, там больше, конечно, по печкам, вот так вот. А на канале я показываю, ну, всё. Всё, чем я тут занимаюсь. Вот. И на канале там показываю. Ну, отвечаю на вопросы, конечно, в первую очередь, те, кто подписался на Телеграм. Телеграм.